Да, давай начнем с, если у тебя есть какие-то вопросы, потому что я разного притащил интересного, я смотрел на твои коммиты, и у меня там есть разного чего сказать, но вначале предлагаю, если у тебя есть какие-то вопросы, на них ответить. Так, ну, во-первых, смотри, я не могу делать задачи, после того, как я вот поркнул, получается, репозиторий, не могу делать задачи, это с этим же связано, наверное, да? Ммм, почему и какие задачи? Ну, сделать их себе могу. А-а-а, я понял, хотя нет, или не понял. Окей, а почему не можешь сделать еще, что происходит, когда ты, вот я сейчас захожу на гитхаб, открываю гитхаб. Ну, вот если я свой, ты в мой заходишь, правильно? Так, вот я... Который тебе ссылку скидываю. Да, 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 да. Вот, и у меня нету issues здесь почему-то, вот, если хочешь, я свой экран лучше покрою. А-а-а, понял. Сейчас, одну секунду, я еще раз покрою. Да, у тебя сейчас, секундочку, секундочку. То есть я хотел делать себе задачи на них, как бы, ну, как обычно, вот, коммиты делать, а задачи делать не могу. А-а-а, значит, так, смотри. А-а-а, открой. Сейчас я скажу, где. А-а-а. Сейчас, секунду. Не в том браузере открылся, не залогинил. Так. Это где-то... Во, открой settings проекта. Вот если ты открываешь страницу своего проекта, у тебя там сверху вкладки код, что там еще? Settings. Settings, в options у тебя тут есть, сразу же перед тобой должна быть вкладка features. Вижу, да, и тут галочку надо issues поставить, да? Да. Поставишь issues, потом, я не знаю, надо сохранять или нет, может, просто рефрешную страницу надо. Не надо, все появилось. А, окей. Все было просто. Да, нет, что-то не всегда включает. Ну, вот, вот. А, ну, да, это, кстати, думаю, логично, потому что обычно, когда ты форкаешь, ты используешь ищу оригинального бранча, а не форка своего. Но, так как мы полностью будем переезжать на твой бранч, то... То это, как говорится, make sense у тебя включить issues на твоем бранч. Окей. Еще какие вопросы? Задачки, которые ты мне задавал, смог решить только первую. Вторую ковырял-ковырял, где нужно было массив по змейке в этот сделать. Вот первую сделал. Помнят? Да, первая это тоже змейкой, но такой простой. Сначала ты идешь из левого края в правый, потом... Окей. Где можно взглянуть? Потому что я, на самом деле, смотрел на... На крестике нолики, а ты куда-то выложил решение вот этих вот задачек? Так, сейчас. Я выложил только в другой репозитории, получается. Знаешь что, давай тогда, наверное, поговорим сначала про TikTok-Toy, перед тем, как свиснет с другой репозиторией. Окей? Давай. Хорошо, я тогда расшарю экран. И я смотрю, я видел, ты подключил уже в Travis, и у тебя чек-стайлы проходят. Точнее, не проходят, запускается. И билд красный. И, собственно, вот это вот все, это все баги в чек-стайлах, которые так или иначе придется фиксить. Медленно-медленно, но зафиксить придется. Я в них разобрался, вот, и где их смотреть, как их править, что... И вот можешь посмотреть, если в две модели, Point и Player, вот, их я исправил как раз, вот, последние они. Я вижу. Вот, наверное, даже лучше перед этим коммит посмотреть, вот, перед которой. Ну, вот. Не-не, перед Player, вот, чек... Окей. А, ну, все равно... Угу. Да. Окей. Совсем такое, буквально, небольшое замечание. Обычно, если ты пишешь, то, чтобы это было нормальным предложением, начинать с капитал буквы. Ну, заканчивать точкой. Вот. Еще чек-стайлы обычно можно тюнить. Например, можно сказать, не обязательно ставить комменты на private-поля. Сейчас, в принципе, это нормально продолжить полностью все решать, но, само собой, обычно на проектах включает какое-то подмножество правил. Не прям, вот, вообще все, а вот именно какое-то подможество. Например, обычно не включено насильно заставлять ставить комментарии над private... Да, над private-филдами. Над пабликом обычно все заставляют ставить JavaDog. Прошу прощения, многие. Над классами тоже. Окей. Ну, хорошо. Я смотрю тогда, значит, ты разобрался, что там как, и даже все пофиксил. Вернее, не все, а в низких классах. Я начинал только, да, два вот сделал. Остальное, я знаю, вот они все здесь ошибки. В основном ошибки в этих пробелах еще, в комментариях и в пробелах. Отступы, да. Это вот то, о чем мы в прошлый раз говорили. Да, эта штука на ура их отловит. Я бы еще рекомендовал, просто чисто для того, чтобы понять, как это происходит, разобраться. Но это не критично, но неплохо было бы знать. А вот как, например, выключить конкретно проверку того, что комментарии над private-полями? А я вот сделал, наверное, ты про это спрашиваешь, сделал файл чек-стайл.xml, в котором пониже сделан, видишь, чек-стайл. Чек-стайл.xml. И выборочная проверка идет. О, отлично. Я, на самом деле, честно признаюсь, я понятия не имею, как это xml встроен конкретно этот. Я вот его ни разу в жизни, в своей жизни конкретно вот эту штуку не написал. Вот xml под вот этот чек-стайл. То есть тот чек-стайл, что я знаю, он YAML использует и наш внутренний. Да, я говорю об этом, что включить, что выключить. Я вот вижу, что тут часть вещей выключена, часть включена. И, наверное, где-то здесь есть private-поля. Ну вот я нашел, но я понял, что здесь вот как раз и выключается, и включается то, что тебе нужна проверка. Так, а ну давай правильный титок. Сам начальник JavaDock. Да, это насчет пакетов. А вот JavaDock для private-полей. То есть где-то оно, возможно, JavaDock package может быть внутри вот этого. То есть ты же можешь, на самом деле, внутри тега такие саб-теги делать, как вот этот. Может быть, это я так сейчас и из головы, я без понятия. Вот, ну окей, я как вот с Трэвисом говорил, что ты узнаешь больше, чем я. Вот ты с этим тоже знаешь уже больше, чем я, вот конкретно с этой вещью. Я ее никогда не узнал. Вот ты разобрался, как это XMAL делать. Окей. Хорошо. По поводу... Я, кстати, не смотрел, там еще какие-то изменения были, кроме чек-стайлов, на которые стоит взглянуть. Я, честно, посмотрел только на последние коммиты и... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это что здесь делает? А, это в игноре почему-то она ушла из игнора. Да, это надо отсюда, конечно же, удалить. Это тут не должно быть. Это точно так же, как и вот этого не должно быть. Я, кстати, не понял вот с этим... С Трэвисом. То есть, по идее, нужно, ну, вот, все эти команды прописать в Трэвис. Но я, блин, что в документации не понял, в официальной этого Трэвиса ничего. Что вот я настолько в флоус задавал вопрос. Все пишут, что чек-стайл нужно прописывать в Мэйвине. А вот про Трэвис, вот, как будто вообще никто ничего не знает во всем интернете. Смотри, Трэвис это такая балалайка, которая... О, смотри, ты MavonCleanTest. Если не ошибаюсь... Спросил, да, вот там вопрос спросил. Мне написали, что достаточно вот, типа, запускной этот скрипт написать. MvnCleanTest. Но он и по умолчанию его запускает, по идее. И без этого. То есть, все правильно я сделал в плане чек-стайла? Или что-то нужно было еще сделать? Нет, ты сделал абсолютно правильно, и у тебя абсолютно резонный вопрос, а каким боком вообще он запускается? Ну, то есть, вот, как это все происходит? И на самом деле ответ здесь довольно-таки странный. Трэвису ты говоришь, запускай MavonCleanTest. И все. Да, но ты помнишь, что такое Mavon, и что такое у него клин и, собственно, тест? Ну, это фаза идет, первая фаза из вот всех. Да. Очистка и тестирование. Да, совершенно верно. То есть, по идее, на другой нацепь. Вот, давай сейчас пройдем простой эксперимент, и очень быстрый. Давай я сейчас прямо возьму, склоню себе твою репу. Это не должно занять много времени. Идем куда-нибудь в TMP. Делаем вид клон. О! И делаем MavonTest. И смотрим. Если Mavon автоматически на фазе тест без никаких плагинов подтянет CheckStyle, а он уже подтягивает. Вот видно download MavonCheckStyle плагин. То есть, иными словами, CheckStyle, он не имеет отношения к Трэвису, он автоматически подтягивается Mavon. А Трэвису задача только сказать MavonTest. Ну, давай, чтобы подтвердить гипотезу, дождемся выполнения, но так как он первым плагином скачал CheckStyle, я почти уверен, что... Да, вот он CheckStyle и выдал. То есть, на самом деле, TPU файлик, о котором Mavon знает, он знал, где его искать, он умеет его подтягивать, если этот файлик лежит. А Трэвис как бы еще раньше запускал тест. Что дальше запускает тест? И ему все равно. То есть, задача Трэвиса в чем состоит? Чтобы, ну, об этом сообщать GitHub, получается, в ошибках? Собирать каждый коммит и сообщать GitHub, совершенно верно. Ну, основная задача все-таки собирать. Он не обязательно должен это GitHub сообщать. Это может быть твоя, совершенно рядом стоящая система сборки. Было бы неплохо, чтобы, конечно, оно на GitHub умело ходить и ставить крестик или зелененькую галочку, но я знаю кучу проектов, где вот Continuous Integration просто сбоку стоит, и если что, например, e-mail шлет. Ну, по типу, у вас сломалось, и кто виноват, и на каком коммите. Вот. Ну, не информировать, в общем, по сути, задачи. Да. Так, в идеале, если команда, есть еще такой концепт, называется Continuous Delivery. Он совместно с Continuous Integration говорит, что если у тебя есть, если ты билдишь каждый коммит, если у тебя каждый коммит покрыт функциональными и юнит-тестами, то почему бы его не заделиверить юзеру? И Continuous Delivery — это, по факту, Continuous Integration плюс релиз этого программного продукта конечному пользователю. Если у тебя веб-сервис, то это вообще работает на ура. Куча людей и куча команд релизится каждый день. Я, например, знаю, что Яндекс.Мейл, Яндекс.Почта, у них релизы идут раз в день. Вот прям по пять раз в неделю они релизят новую версию. Само собой, там изменения могут быть маленькие, поскольку за день что-то поменяется, и конечный юзер даже не увидит. Но, тем не менее, вот все, что вечером CI собрала, протестила, Continuous Delivery возьмет и выкатит конечным пользователям. Но мы пока так далеко не пойдем, у нас еще некуда выкатывать, у нас нет ни серверов, ничего, но в конечном итоге тоже к этому придем. Окей. Так, здесь еще вот есть вопрос с тестом по консоль-вью. Давай, пошли. А в нем... Его нам здесь, с моим консоль-то нету? Нет, нет, в тесте. А, в тесте, сори. Зад, назад, отматываемся. Ой, какой... Подожди, а тут нету вью вообще? Нету, потому что у меня не получилось его сделать. Вот почему-то у меня его нету. А, я понял. Окей. С... Да. С тестами, таких штуках вьюхи, все проблемно. И с любым UI тестировать все очень проблемно, по той простой причине, что у тебя методы ничего не возвращают. Угу. Есть такая штука, как мохито. Если я не ошибаюсь, пишется вроде так. Это... Ма-кито. Давай еще Java напишем. А, ума-ма-ма-ма. GitHub. Да, выглядит как оно. Его можно подключать при помощи плагинов. К нему можно... Его можно подключать при помощи плагинов Mavony. И так далее. Что это такое? И зачем оно, собственно, надо? Предположим, у тебя есть метод, который... Давай я сейчас открою идею и покажу на примере. Такой придется подождать, пока идея запустится. почти 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 сейчас мне придется быстро сконвертировать проект Мауновский окей итак возьмем а сейчас подожди тебе видно размер нормали шрифта окей давай напишем класс принтер такой самый простенький классик который у которого всего один метод public void printline это метод который на экран должен выводить одну линию вот как у тебя горизонтальная линия в крестиках ноликах итак тебе каким-то образом надо его затестить непонятно каким потому что у тебя потому что у тебя ничего метод не возвращает он на вход может принимать поле но вот ничего не делает один из вариантов который может может быть это создать интерфейс назовем его iprinter этот интерфейс содержит те методы которые ой прошу прощения те методы которые необходимы нашему нашему методу который мы тестируем для работы в данном случае ему необходим метод println мы в интерфейсе ставим метод println который на вход принимает стрингу это текст который ему надо распринтить говорим что теперь наш метод на вход принимает instance iprinter прошу прощения iprinter и собственно он использует этот принтер для того чтобы распринтить текст вот то что сейчас написано понятно окей что нам на самом деле это дает в нашей программе public static void main мы можем давай кстати сделаем статический этот метод сейчас для простоты мы можем создать экземпляр нашего принтера анонимный класс который просто тупо будет текст переадресовывать на стандартный output java system out println ну и просто вот такой вот принтер который реально ничего делать просто выводит на экран теперь мы можем запустить наш магический метод сказать println и передать его на вход принтер и все будет работать как и раньше работало стало немножко страшнее на вид но работает сейчас запустим и на экран выведется ух сколько ошибок там у меня сейчас секунду надо в поме я пойду пойду на твой репозиторий пойду в твой пом и украду у тебя украду у тебя вот эту строчку скажу что java восьмая потому что он перестал компилироваться из-за того что думаешь какая-то старая java скажу его sync и ладно так будет быстрее готово идем обратно и запускаем наш мейн так теперь чего так секунду я это просто снесу да снесу не хочу сейчас разбираться что оно не работает сейчас извини я просто не помню насколько оно важно или нет здесь поэтому раз где еще ничего поломано два дем обратно и еще раз пытаемся запустить вот вывел нашу строчку теперь собственно вопрос еще раз глядя на эту вещь вот понятно как вот эта штука работает или не совсем я создал инстанс вот эти две строчки вообще не могу понять к чему здесь две строчки ты имеешь ввиду вот эти вот ну да ну инстанс понятно почему ты создал окей с текстом а ты имеешь ввиду 14 ну смотри мы говорим вот вот здесь мы говорим что нам нужен на вход кто-то кто умеет выводить текст на экран а он умеет выводить я понял вот теперь нам нужно его создать вот мы создаем инстанс и чтобы он выводил текст на экран мы тупо текст который будет передан на вход мы тупо передаем в system out println здесь к слову сказать могла быть логика которая отправляет это на принтер точно так же легко и мы бы могли передать наш println в другой принтер который реально передается на печать теперь понятно да ты записываешь да записываю теперь давай сделаем тестик чтобы посмотреть что такое мог подожди здесь есть супер магическая комбинация создать тест принт тест нет 4 в общем просто создать тест но и скажем окей вот оно само создало тест нужной папочки даже теперь мы сделаем метод который тестит тест println я забыл название нашего метода println тест println итак чтобы протестировать println нам нужно подать на вход интерфейс имплементацию iPrinter на вход наш метод требует вот эту штуку каким образом мы ее можем сделать для этого и используется то что называется mock выглядит это следующим образом нам придется ее подключить в поме его по дефолту нет но сначала я закончу писать что он принимает на вход сейчас я подключу библиотеку мохита и mock появится но что это значит вот этот метод mock он создает как же это правильнее описать оно на английском так называется mock это реализация класса который ты передаешь вот я туда передаю класс iPrinter вот он создает реализацию но она пустая там нету никаких методов они не реализованы ничего на самом деле не делают это необходимо для того чтобы создать mock только в тестовых целях то есть тебе надо что-то протестировать что ожидает на вход этот принтер но ты не хочешь создавать реальный экземпляр принтера ты просто хочешь какую-то заглушку он создает эту заглушку которой не будет ни одного реального метода давай теперь подключим мохитом так здесь есть обычно прямо вот она ведет куда надо похоже обычно прямо здесь ставят такую штуку которая дает прямо прямо вот прямо пом но похоже в данном случае это нам сейчас пом скачает мне нет не то не то не то не то не то скопирую правильное название этой штуки я вечно забываю малон мохито так у него двое уже двойка вышла на бета версии будем вязать последний стабильный и вот наша dependency который нам надо вставить в малый пойдем в малый подключим наш наша dependency он пойдет скачает подождем пока он скачает надо было записываться информации много да ну я пишу так что если что потом можно будет порезать музыку добавить так все теперь у нас появился мохито теперь можем его импортить появился у нас метод мог теперь мы собственно тестируем наш метод мы вызываем предлайн передаем туда нашу заглушку абсолютно пустую заглушку если мы сейчас запустим этот тест то на экран ничего не выведется потому что наш printline попытается у этой заглушки вызвать метод но ничего не случится на самом деле он ничего не выведет но заглушка нам позволяет делать очень крутые штуки мы можем сказать verify что означает проверь дальше передать заглушку проверь что у этой заглушки был вызван метод println и что при вызове метода println на вход подалась стринга которая equals прошу прощения которая equals ай-яй-яй-яй заимпортить сколько что оно предлагает и то что надо где-то там в самом-самом конце которая equals пойдем посмотрим что он должен быть equals вот такой вот строчки вот такой вот строчки ой сейчас я уберу кавычки и объясню что здесь происходит это вкратце так писать equals нет это специальный специальный мохитовский метод я еще и неправильно заимпортил это метод который используется только с мохито вот называется матчер там есть разные можно например сюда поставить сейчас я скопирую можно сюда поставить any любой пум 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 мохито вот он например любая стринга что будет означать что метод был вызван проверь что метод был вызван с любой стрингой на вход но в данном случае для нашего теста мы хотим убедиться что у нашего давай его переназовем правильно называть mockprinter чтобы из названия было видно что это моковский объект не настоящий у моковского объекта ты можешь проверить вот еще раз таким образом ты проверяешь что у этого объекта был вызван метод println и в момент вызова ему на вход передали вот такую вот стрингу теперь мы можем запустить эту штуку и проверить что он проходит а после того как мы проверим что он проходит давай пойдем и поломаем давай например скажем что мы ожидаем вот такую стрингу кто-то взял и поломал нашу нашу стрингу теперь пошли вызовем еще раз этот метод все не проходит вот видишь он говорит что ожидается вот такая стринга а в реальности на UI пытались вывести вот такую стрингу давай вернем как было чтобы все проходилось тут можно делать совершенно чудеснейшие вещи типа ой сори типа сказать проверь что этот метод вызывался по-моему есть at least once по-моему есть once не ну ладно можно всегда написать times раз это означает проверить что этот метод был вызван не более одного раза или два а еще можно если у тебя есть несколько методов сказать что проверь что этот метод никогда не вызывался вообще по молчанию он проверяет что этот метод был вызван ровно один раз если ты этот метод вызываешь два раза например сейчас давай пойдем и я скажу что мы здесь два раза вызываем вот взял две строчки добавил этот тест тоже должен свалиться потому что метод был вызван более одного раза свалился Вот он говорит, ожидался вызов один раз, в реальности он был вызван два раза. И таким образом ты можешь проверить все, что у тебя пихает что угодно на UI при помощи вот таких вещей. В данном случае мой метод println тоже ничего не возвращает. Но я вынес все, что ему надо в интерфейс, теперь я могу этот интерфейс замокать и проверить, что он там с этим интерфейсом у себя в кишочках делает. Ну вот, собственно, такой вот способ тестировать то, что происходит в кишочках у метода, который ничего не возвращает наружу. И тут надо быть очень осторожным, потому что часть людей скажет, что это на самом деле плохая практика, потому что ты в этом тесте априори знаешь, как работает метод внутри. Ты якобы предполагаешь, что ты знаешь, как метод работает внутри, соответственно, ты можешь нарушить принцип полиморфизма. И, ну, такой банальный пример. Вот эта вот константа, которая, может быть, не должна быть видна никому за пределами класса. А ты вот тут ее проверяешь. А стандартным способом, получается, нельзя сделать тест обычный? На самом деле, G-Unit это был первый шаг. Это же тоже необычный способ, это сторонняя библиотека. Это не часть Java, это библиотека G-Unit. Так вот, в Java по дефолту тестирование подразумевает два столпа. Это G-Unit и это Mojito. Это обе вещи, которые как раз используются стандартно для тестирования. И используются они в каких случаях? Не только для UI, на самом-то деле. Давай сейчас посмотрим. Я попробую найти у тебя часть кодов, чтобы продемонстрировать еще места, где они могут быть использованы. Сейчас, давай, например, пойдем в контроллеры. О, смотри. Предположим, у тебя ошибка в методе getSize твоего филда. Предположим, он возвращает некорректное число, минус один. Вот, вот закралась там ошибка. Если ты пишешь тест на currentMove, если ты туда будешь передавать реальный fieldSmall, и внутри fieldSmall закралась ошибка, которая все время возвращает некорректный size, например, все время возвращает минус два, то у тебя упадут сразу два теста. У тебя упадет тест, который тестит fieldSmall, и у тебя упадет тест, который тестит currentMove метод. Для того, чтобы такого не было, ты можешь передавать сюда в своем тесте mock fieldSmall. То есть не реальный fieldSmall, а mock, и ты можешь описать, что mock всегда должен возвращать, когда ты его будешь передавать, 3. И в таком случае, если у тебя реальный fieldSmall поломался по какой-то причине, поломается только testFieldSmall. Да, 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 поломается только testFieldSmall, а тест MoveController продолжит корректно тестировать MoveController, потому что он не зависит от fieldSmall. Это особенно важно, если у тебя, мы потом пойдем дальше, когда мы будем делать уже не только UI, но, например, сеть, там прям вообще беда, ты же не можешь в юнит-тесты, предположим, у тебя на вход не принтер передается или не филда, а тебе на вход передается какой-нибудь networkController, который умеет гонять битики по сети. И ты же не будешь ради теста поднимать реальные соединения и реально гонять биты. Нет, тебе придется делать mock этого network соединения. В данном случае насчет метода print считай, что это mock монитора. То есть это хорошо, что у тебя сейчас есть консоль, и в консоль могут гадить любые юнит-тесты. А представь, что у тебя была более-менее UI-ная вещь, она должна окно отрисовать, на котором рисуются крестики-нолики. И юнит-тест не может окно отрисовать. И там без mock-ов ты бы никак не обошелся. Поэтому вот то, что называется нормальным тестированием, оно на самом деле включает не только либу-джи юнит, но и мохито. Это вот две вещи. Вот все, что помимо этих двух лип, это уже там есть всякие библиотеки трус, еще какая-нибудь ересь. Они хорошие по-своему, но вот это уже считается ненормальным. А мохито все равно придется выучить. Вот. Ну, я немножко так указал, в каком направлении смотреть на то, как тестировать UI-ные компоненты. Ну да. Окей, тебе придется немножко перерефакторить, вынести логику вовне, и, собственно, потом она должна быть более тестовой. Как же правильно сказать? Тестабельный? Не знаю. В общем, более благосклонный к тестам. Хорошо, да. Еще вопросы по этой части какие-либо есть? Так, здесь вроде нету. По этих пахих световским тестам мы, наверное, когда? Не сегодня, наверное, да, будем? Ну, вот эти шесть, которые вопрос не прошел я. Да, давай, наверное, уже не сегодня, давай мы, если не ошибаюсь, в твою пятницу, мой четверг, должны по плану... А, да-да-да, в твою пятницу, мой четверг, правильно? Ничего не путаю? Да. Окей, ну вот предлагаю тогда и обсудить заодно, и тогда... Хотя можем еще насчет змейки и сегодня посмотреть, как у тебя. А этот... А ты тогда иди в этот... в репозиторий другой, который от Home называется Homework. Окей. И вот там все. Ну, это ж прямо... Ну, это ж аж душу греет. Сразу Мавановский, сразу с Трэвисом, прям, ну вот... Ну, приятно смотреть. Так, хорошо. Первая задача. Я могу... Вот эту, да? Ага. Так, это, конечно, не относится к решению, но сразу бросается в глаза поля. Раз поля, значит, private final. Если не private, значит, ожидаешь доступа извне, но извне вроде никакого доступа нет. Ну, и вот эти вот все нилайны, которые... Но это я... Да, здесь я не правил, этот чекстайл не видел. Я понял. Но в целом, кстати, даже просто вот так вот посмотреть выглядит немножко лучше. Вот отступы, со всеми отступами проблем нет. Они вот как должны быть. Единственное, что, скорее всего, чекстайла тебя потребует, чтобы вместо табуляции ты использовал пробелы. Ну, это такое. Так. Здесь вот я нашел закономерность и, собственно, ее и реализовал. А вот во втором, во второй змейке закономерность вроде увидел, но как реализовать не понял. А, так ты... Так ты сделал... А, подожди, стой. Сейчас, 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 сейчас. Он выводит на этот камень. Любой размерность, вот где вверху н равно 5, я сделал, что он любую размерность выводит. Каунт плюс 1. Хорошо, я с этим согласен. Я пока... Не могу поменять... Так, еще раз. Если мы здесь, то значит, что мы идем в одну сторону. А, ага. Если мы здесь, то мы идем в одну сторону. Если мы здесь, то мы идем в другую сторону. А, понял, понял, понял. Окей. Ты на самом деле был близок к еще более крутому решению. Я сначала... Я даже подумал, что ты прямо его сделал. Смотри, ты увидел, что закономерность насчет деления на 2, правильно? Ага. На остаток отделения. Да, остаток отделения. А теперь смотри. Ты можешь понять, в какой ты находишься строчке, смотря на остаток отделения от каунта. Если каунт остаток отделения на... Сейчас, подожди. Может, я не прав. Не, все правильно. Ты делишь каунт на... Не-не-не-не-не. Сори, я тебе... Да. Ты делишь каунт на N нацело. То есть, не дробно, а нацело. И дальше смотришь, результат у тебя четный или нечетный. Все решение будет короче, да? На самом деле, несмотря на то, что решение будет короче, я всегда... Мне всегда больше нравится вот то, что ты написал, потому что оно более читабельное. Ну, закономерность ты абсолютно правильно определил. Я вот нашел и во второй змейке эту закономерность, но говорю, как ее реализовать, я, конечно, не это. Она прям закономерность змейкой там и идет. Все рисовать на бумаге. Смотри. На самом деле, здесь есть... Здесь есть... Еще одно подводный камень в этой задаче. Ты нашел закономерность и это самое правильное решение. Но, если не получается найти закономерность, нужно хотя бы решить задачу в лоб. Если ты понимаешь, о чем я. То есть, вот прям... Построчно. Да, можно построчно. Можно... У тебя на самом деле, если идет змейка, допустим, у тебя змейка 3 на 3. Если в лоб, то она ограниченная получается. Ну, то есть, только 3 на 3 можно будет написать так напрямую. Если... Окей, окей, хорошо. Сейчас, я вот думаю насчет небольшой подсказки. Давай. Пум. Смотри, давай возьмем пример с 3 на 3. 3, 4, 5, 5, 6, 7. Итак, если... Если ты берешь первый виток, у нас тут всего два витка, один оборот, то у тебя будет каждая длина... Да, я вот это, конечно, нашел. Уменьшится на 1. Да, да, да. Сначала строка, потом столбец, строка, столбец. И вот сначала будет 3, там 2, потом 2, ну 1, ну вот ты увидел, уменьшается, уменьшаться будет. Правильно? Да, совершенно верно. Тебе только надо... Да, давай. Вот это только надо реализовать, а вот как реализовать, я не понял. А, окей. Тебе нужно по факту найти начальные точки для каждой из 4 циклов. То есть у тебя самый простой вариант, это 4, 4 цикла, каждый из которых будет проходить от 0 до до n-k. k это какой сейчас виток? Если это первый виток, то n-1, а n это у нас 3 в данном случае. Соответственно, k это виток, iteration, как-нибудь так. Первая итерация будет 1, и само собой у тебя будет 2. У тебя будет 4 цикла, которые проходят по 2. Единственная проблема это определить начальные точки, из которых эти циклы будут бегать. То есть первый цикл бежит из, допустим, 0-0, второй бежит из 2-0, третий бежит из 2-2, четвертый бежит из 2-2. 0-2. Вот. Вот эта часть понятна? Пока не очень. Пока не очень. Окей. Окей, окей, окей. Сейчас, как бы, секунду, секунду, секунду. Ну, смотри, давай напишем первый цикл. Допустим, у тебя есть массив n, m, он у тебя 3 на 3. Для первого цикла тебе понадобится i, которая бежит от 0, i меньше, меньше размер массива, минус текущая итерация. Итерация – это верхний, цикл верхнего уровня. Сначала будет единичка. i++. Теперь, самая большая проблема – это найти первую точку. Ну, у нас это все просто, у нас это 0-0 для первой итерации. Если первая x плюс плюс i равно, ну, и каунт, который вот прямо как у тебя каунт, который просто увеличивается каждый раз, когда что-то записывает. Вот это запишет 1-2. Дальше у тебя будет цикл точно такой же, потому что мы все еще в итерацию номер 1, который бежит с точки 2-0 плюс i, который запишет 3-4. Но это будет работать только для вот этого 3 на 3, да, получается? Правильно. Это потому, что тебе вот здесь вот эти вот координаты нужно научиться выводить, исходя из циферки k. Вот. Сейчас, например, можно предположить, что, возможно, это всегда будет равно, это я сейчас просто гипотезу выдвигаю, на самом деле это может быть не так. так, вот это, соответственно, массив length минус k минус 1. Вот это вот k минус 1. Вот это вот опять length минус k минус 1. вот это k минус 1. Это я сейчас попытался наугад предположить, насколько оно зависит от k. k это номер итерации. Не знаю. Я, честно говоря, затрудняюсь сказать правильно, или я сейчас вот написал. И еще большой вопрос, чему должно равняться k? То есть k вначале равняется 1, до чего? То есть сколько у тебя витков в твоем массиве? Я предполагаю, что количество витков равно mLength деленное на 2. Но опять же, в нашем примере здесь витка 2. mLength равно 3. 3 деленное на 2 это 1,5. Теперь вопрос. Я это никогда не помню. В какую сторону округлит java? В сторону единички или в сторону двойки? Мне кажется, что двойки. Если двойки, оно будет работать правильно. Если в сторону единички, будет работать неправильно. Мне тоже кажется, что двойки, это объясняется тем, что есть 1.0. 1.0 всегда округляется в сторону единицы по понятным причинам. Поэтому, как бы, да. До 4 получается. Что еще раз? Извини. До 4 получается в сторону единицы округляется. А потом, наверное, в двойку. Да. Подозреваешь, что ты абсолютно прав. Соответственно, k должно бегать от единицы до mlangs деленное на 2. При этом включительно до mlangs деленное на 2. То есть 1.2. И в таком случае это может даже сработать. И... Да. Возможно, можно поиграться. Это вот сейчас... Я не уверен, что это даже заработает. Не уверен, что это даже заработает, потому что задачка-то на самом деле непростая. И мне бы на ней тоже пришлось подумать. Вот я из головы взял такое решение и, возможно, оно заработает. Тут еще четвертый цикл должен быть. Четвертый цикл тоже от 0 до ровно того же самого. Только теперь мы бежим от... от 0 от 0 минус и мы поднимаемся вверх. И, кстати, вот здесь мы, скорее всего, тоже будем минусы где-то вот здесь вот во втором и третьем цикле мы тоже будем бежать минус. Короче говоря, здесь еще надо посмотреть, как я повычитал. но хотя бы вот направление понятно или не совсем? Ну, это я еще пересмотрю запись еще у них до конца. Я понял, я еще посмотрю на эту задачку. Вот эту часть однозначно ни в коем случае не воспринимай как правильное работающее решение. Это идея, которой бы я попытался решить эту проблему, вот если бы мне сказали из головы ее решать. Вполне может быть, что я сейчас рассказал что-то, что неработоспособно. Угу. Вот. Ну, окей, да. Я так понял, ты говорил, только первый решил, сейчас решаешь вторую, третью, значит, еще не брал. Неа. До меня с остальным времени не было задачи-то. Но, как это, держи в голове, что вот эта вот задача на самом деле это сложная задачка, в отличие от первой. и само собой, тебе на работе не придется решать такие нереальные задачи в вакууме, но она хорошенько улучшает твое понимание массивов и вот просто пространство промышления. Поэтому, тем не менее, хотелось бы ее закончить. В этом плане она полезна. Вот. Ну что, давай, наверное, на этом заканчивать? Так, давай.